Игнатих Иванович, молитесь. 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 Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Аминь. И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Игнатих Иванович. Игнатих Иванович. Игнатих. Придите, поклонимся цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу. Ибо не оставит Господь жезла нечтивых над жребьем праведных, дабы праведные не простели рук своих беззаконию. Благотвори Господи добрым и правом в сердцах своих. А совращающихся на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающим беззаконие. Мир на Израиле. 125 Псалом. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами. Мы радовались. Возврати Господи пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшиеся слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои. 126 Псалом. Если Господь не сожидит дома, напрасно трудится строящий его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил имя и колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. 127 Псалом. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как маслеечные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновей у сыновей Твоих, мир на Израиле. 128 Псалом. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали, аратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он растек узы нечтивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящиеся Он. Да будут, как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей, и вяжущие снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут, благоцене Господне на вас, благостолюем вас именем Господнем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати, ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатое сострадание и неизречено в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот, я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вминиться же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никаких дел оправдующих меня. Но вместо всех дел да будет довольна верой моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Той Вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей Слово Божие руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь. Поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очрев матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-больстителе. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности сломать демону, починить меня все посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Сыто, Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если чем согрешил прошедшую ночь, зачти меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом достойно своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владычица моя Багродица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия. Ибо Ты благословен от всех родов и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатия, Владимир, надежда, любовь, ибо мы усердных вам прибегаем скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою. Благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса и избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила честнага животворящего креста Господня не остави нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояния Твое, победа на сопротивные дары Твои, сохраняя крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей и сторонника благодетелей, митрополита Марка Николая, митрополита Агафангела Тихона Антония, священная Рея Акима Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Навума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита, Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнили, Александра, Деодора, митрополита, Абтихона, Илариона, и священничество, Скиночийский чин и высшие истинные служители, миссионеры, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающего священника, рожденного выше, который занимается благовестием, и место для занятия, смири власти и воинства, и наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, умудри их издавать добрые законы, исполнять, дабы дали достойно жить людям, что было еще уделять нуждающимся, и преобразовав сердца в духовные, коснись их Владимира, Михаила, Жозепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи. И покажи, Господи, всем смутянам, какую бездну завлекают люди. Слава тебе, Христе Божий наш, слава тебе, за тихую, мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, для всего почти нам дуру помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, который никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Но учи нас во всем доверяться твоему промыслу, ибо верующих в тебя, разъемных свыше, исполняющих заповеди, ты назвал, Господи, святыми избранными. Помоги нам оправдать эти названия, дарованное тобою. Господи, сохрани наше жилище, услыши нашу молитву, коснись сердец, ожесточившийся, кто клевещет, всякие неправды говорит, думая помешать свидетельству твоему. В судный день не помяни моих безумия. Благодетели наших, Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Гвардой, помоги нам издать трехкомник Нового Завета, столкование Блаженного Фефилакта. Не допусти, чтобы мы были обмануты в средствах, Слава Тебе, Господи, Слава Тебе. Я тяжкого недуга пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, потерянного Александра, Господи, найди, укажи, где он, живой или нет его. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не обманывали себя и любви. Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе. Найди все наше родство и вдойти Валентину, Ирину, Татьяну, Марху, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну и путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александр. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Как велика милость Твоя, Господи. Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания и по чьим исцеления, Кирилла, Алексея, Сергея, Георгия, Геннадия, Надежду, Людмилу, Ольгу, Нианилу, Александру, Маргариту, Татьяну, Людмилу. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. И по Твоему благоволению все это может оказаться полезным и спасительным для души нашей. Аллилуйя. Ночи нас, Господи, прославлять Тебя и достоин всяческой хвалы. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Хвала Тебе и слава, честь и поклонение наш Господь и Бог. Господи, сохрани наше сокровище в интернете, их администрацию, благослови и расположи к нам. И благослови трудящихся на этом поприще, Игоря, Игоря, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтья, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного. Слава Тебя, наш Бога Иегова, Авва Ощи. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слаба, его Аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны церкви как на истину. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил. Прости им всякое согрешение, и вольное, и невольное. И душам нашим полезное сотвори. Господи, благослови вечности всех, кто строил эти жилища, где мы находимся, храмы, в которых мы молимся. Садилы, да мы, которые Ты даровал нам, место, пристанище, как первоапостольская церковь, собирались по домам. И благослови на это Михаила, Елену, Романа, Екатерину, чтобы жилища были радостью и благословением. И все необходимое пошли им. Слава Тебе, Христе Божий наш, за это содружество. Хвала Тебе. Господи, воздай милостями всем, кто трудился от моей душою и возрастанием в Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Господи, воздай милостями Твоим благословением всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия и посеянное дадаст обильные и добрые плоды. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру, Самире, Тимуру, Рустику, дай истину Христову веру. Порвать с беззакониями лживой веры, дабы не верили ничему, кроме написанного в Священном Писании. Слава Тебе, Христе Божий Наш, Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешне, благодарю Тебя, мой добрый Ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мы по мытарствам, страшным и непонятным, и веди ее навеки. Вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Слава Тебе, хвала Тебе, наш Господь. Иоанн, креститель Претящий Христов, да будут молитвы наши всегда перед Тобою, чтобы мы не возроптали, оживя в бедности, прославляли Тебя, были во всем экономно, искали кому помочь нуждающимся более бедными, чем мы. Слава Тебе. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инух, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Амин, Иосиф, Патриархи, Езрани, Емя, Амус, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Напан, Данил, Лотархи, пророк Михея, Аврам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода то нашего отшествия не засталось не готовыми, но чтобы выше нас трещить ве Господи с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, хирургимы, серопимы, всенебесные силы престолу Божию и предстоящие, и святые апостолы, Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарит Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Усин Философ, Космай Дамьян Андреев Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анпимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николаевич, Святого Царского Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя антихриста на щелое или правую руку. Господи, устарши правителей мира сего и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных тобою казни и уменьшения населения на одну треть на земле можно избавиться какими-то союзами, изобретениями, изобретениями, медицины. Это все дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, что будут глады, моры, землетрясения, войны. И восстанет брат на брата, народ на народ, царство на царство. И всему надлежит быть, и отменить этого никто не может. Оно непременно будет. И это все любовь твоя, человеку давая возможность примириться в страданиях с тобой, Христе Божий наш. Ибо за гробом нет покаяния. И попытки поминальных, устраиваемых для безбожников, все это ложь и обман. Все это корысть и трусость. Избавь нас от всего, Христе Божий наш. Слава тебе. Молите Бога на святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Анасий Великий, Прямсилен, Антоний Макарий, Макарий, Антоний Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонеский, Стефан Пермский, Серафим, Саровский, Антабольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да укрепи и сохранит нас Господь в святой православной вере, А замысли ретиков и сектантов Разруши, Разбей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Фёкла Первомущенца, Патина Самарянина Феврония, Вера, Надежда Любови, Матерь София, Наталья Адриана, Варвара Екатерина Перпитуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила Акила, Андроник и Юник и Приярва Стина. Да дарут Господь женам и Девам послушание, молчание, целомудрие и стерливость. И сохрани, Господи, от всяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Господи, посети изъятых из своих семей, отправленных на фронт детей, благослови их, Никиту, Александра, Максима и готовы быть взятыми Иоанна, Георгия. Садил их светильниками, рожденными свыше, чтобы они не осквернили душу и тело убийством. В надежде на Тебя, Господь, чтобы там они были свидетелями Твоими. Хвала Тебе. Посети томящихся вузах, тюрьмах, психиатрических темницах детей Твоих и дай им свободу. Сергея, Ильею, Владислава и неведомых нам страдальцев, пытаемых, убиваемых по всему лицу земли, прими их в обители вечные. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Прими нашу молитву и воздяне рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Господи, Ты творец, сотворивший этот мир, и Ты сохраняешь его как зиждитель. Ты знаешь все прежде бытия. Услышь и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, применим наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И о незаповедавших молимся. Отверзим двери покаяния. Тебе хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит рабы Твои голос Твой. Доброе утро всем и мир всем! У нас так принято, что считается Слово Божие. Новый завет толкования блаженного феофилакта. И в это радостное поприще взяли для себя сестры добровольно Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, ваше время, сестры. Благослови, Господи, для чтения Священного Писания с толкованием блаженного феофилакта. Дарую, разумеет, написанное исполнить волю Твою во славу имени Твоего Сатага. Послание Святого Апостола Павла Калосиным, первая глава с восьмого стиха, который и известил нас о Вашей любви в духе. Толкование блаженного феофилакта. То есть духовную любовь, которую Вы имеете ко мне, ибо самая прочная любовь, любовь в духе. Всякая же иная любовь и естественная, какова любовь родителей к детям и детей к родителям и основанная на дружбе и товариществе непрочна. Девятый стих. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаём молиться о Вас и просить, чтобы Вы исполнялись по знаниям воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Толкование. Посему. Почему? Поскольку, говорит, мы услышали о Вашей вере и любви, мы, исполнившись благих надежд относительно будущего, молимся за Вас ни один день, ни два, но с того времени, как услышали об этом. Этим и показывает свою любовь и незаметно укоряет их, так как они и при помощи его любви не стали более совершенными. Заметь же, что много нужно молиться непрестанно, и что Павел постоянно молился, и даже не достигнув исполнения молитвы, не отступал от неё. Не называет их ни вполне несовершенными, ни вполне совершенными, ибо не сказал, чтобы Вы приняли, но чтобы Вы исполнились. Вы, имеете, но не все. Что приведены Вы к Богу, это знаете, а что приведены через Сына, этого Вам не достает. И я молюсь, чтобы Вы всего исполнились, ибо воля Божия и благоволение в том состоит, что дан был за нас Сын, а не ангелы. Итак, подразумением понимая приращение познания, так как их обольщали философы, то он говорит, я желаю, чтобы Вы познали учение духовной мудростью, а не мудростью человеческой, которая вводит Вас теперь в заблуждение, которая заставляет нас считать себя знающими. И если, чтобы постигнуть волю Божию, нужна духовная мудрость, что сказать о тех, которые хвалятся, что познали сущность Божию через внешнюю мудрость? Десятый стих. чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Толкование. Молю говорит, чтобы Вы познали, что Вас спас единородный, дабы поступали Вы достойно, то есть жили добродетельно, ибо кто познал человеколюбие Божие и то, что Он предал Сына Своего за нас, как не постарался бы такой человек предать себя трудам добродетели, и поднять крест свой. Ибо слово поступать, поступать, постоянно ходить, как сказано, обозначает жизнь и деятельность, и везде Он с верой соединяет деятельность. Другими словами, не о том, говорит, молюсь, только, чтобы Вы научились, но и о том, чтобы Вы и в делах показали свое знание, ибо знающий, но не делающий будет наказан. Заметь же, как Он хождением постоянно называет деятельность, показывая тем, что, как всегда, необходимо нам хождение, так необходима и наилучшая жизнь. Так, говорит, живите, чтобы во всем угождать Богу. Как же это? Не иначе, как всяким делом добрым, ибо, где всякое дело благое, там всякое благоугождение Богу. И смотри, как Он везде присоединяет слово всякий, во всякой премудрости, во всяком деле благом, во всяком угождении и во всяком долготерпении, показывая, что они имеют это и теперь, но не все. Почему им должно дойти до совершенства, принося плод и возрастая в познании Бога? Как, говорит, вы познали Бога больше, чем древние, так и в жизни должны возрастать по мере познания, ибо, сколь велика должна быть добродетель того, кто удостоился познать Бога и даже стать Сыном Божиим, или же должно вам приносить плоды и добрые дела, но так, чтобы и познание Бога иметь, как должно, а не как вы теперь воображаете, что имеете, ибо какая польза в жизни и деятельность, если вы не будете знать Сына Божия. Смотри же, как выше он сказал, что нужно познание Бога для того, чтобы ходить достойно Господа, теперь же опять требуют, чтобы они возрастали в добрых делах с тем, чтобы одновременно познать Бога, потому что одно с другим тесно соединено. 11 стих укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Толкование. Мы молимся, чтобы вы достигли совершенства, укрепляясь всякою силою, против чего? Против искушений и преследований, чтобы не сделаться беспечными и не подпасть отчаянию. Да подает вам такую силу, какую прилично ему давать, то есть неизреченную и беспредельную, какую только возможно принять человеку. Тут великое ободрение, ибо не сказал по силе, но по могуществу, что больше, как бы говоря, повсюду слава Его могущественна. Итак, вы не ослабевайте в бедствиях, ибо превозможите, как естественно, тем, которые служат такому могущественному и славному владыке. Укрепляясь во всяком терпении, то есть по отношению к внешним и великодушии, то есть во взаимных отношениях, ибо долготерпит тот, кто имеет возможность отплатить и не отплачивает, а терпит, когда не может этого сделать. Поэтому и Богу усвояется не терпение, а долготерпение, так как Он может сокрушить, но воздерживается от всего во всяком же, то есть не теперь только, а после уже нет. Итак, если совокупить вместе слова, Он говорит следующее, мы молимся, чтобы вы в совершенстве получили познание учения не по мудрости мирской, но духовной, и вели жизнь добродетельную, чтобы твердо противостоять искушениям, прияв силу и крепость от Бога, являть терпение в отношении к внешним и долготерпение братьям. Двенадцатый стих. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Толкование. Имея намерение обвинить их, Он неправильно, что неправильно поступает в деле учения, Он сначала говорит ласково, чтобы не показалось, что Он обвиняет их как враг. Поэтому сначала сказав, я молюсь за вас, да даруют вам такие и такие блага, что совершенно не свойственно врагу. Теперь говорит с радостью благодарю за те блага, какие вы имеете. Посему не по вражде обвиняю вас, а по любви. Я даже желал бы постоянно хвалить вас, но необходимо заставляет меня порицать. Так поступает Он и в посланиях к Коринфянам, и незаметно приводит их к слову о сыне, ибо если я с радостью благодарю, значит, вы обладали великими благами. Но их даровал владыка сын, а не рабы-ангелы. Почему же Он сказал благодарю с радостью? Потому что и в печали можно благодарить, как благодарил Иов, хотя и находился в скорби. Господь дал, Господь взял Иова 1.21. И пусть никто не говорит, что он не был уязвлен в скорби, потому что в таком случае уничтожил бы и похвалу его, если бы он нечувствительно переносил это. Он скорбел, но не был подавлен. Сколько говорит дано, что вы не только стали богатыми, но и получили силу и способность явиться достойно получившими и такие дары. К примеру, сказать, царь поручил человеку небольших дарований, какое-либо начальствование, достойно он дал бы, но не сделал бы его способным к достойному отправлению его. В таком случае честь эта часто подвергала бы его смеянию. Но Бог и чести удостоил нас и сделал способными к принятию ее. Сугубая же честь, что сделал нас способными к принятию дара, поставившего вас со святыми и не просто, но предоставившего вам наслаждаться теми же благами, что и обозначается словом участие, ибо можно жить и в одном и том же городе, но не иметь одинаковой доли. И опять, можно участвовать в одном и том же наследии, но не иметь той же самой доли, как, например, мы все имеем одно и то же наследие церкви, но один имеет одну долю, а другой другую. Но здесь и наследие удостоил того же самого, и части той же самой, и везде употребляет слово наследие, дабы показать, что как наследие зависит не от человеческого старания, а больше кажется от счастья. Так и мы, не задобродители удостаиваемся царствия, но все зависит от божественного дара, посему, когда говорит исполните все повеленное вам, говорите мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать, Лука 17, 10, во свете и будущем, и настоящем, то есть познании, ибо и теперь просветил нас, открыв нам тайны, и в будущем еще больше откроет. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе! Слава тебе! Продолжение следует...